Несколько слов о программах. Кстати, сейчас вы можете сравнить уровень шума от машинки при стирке и уровень записи голоса, который находится примерно сантиметров 20 от микрофона, расположенного на смартфоне, с которого я записываю. Итак, касательно программ. Программы, в принципе, стандартные для машинок, можно сказать. Программа хлопок только позволяет большую загрузку белья. Ну, возможно, ещё одна, но хлопок точно. В основном остальные программы позволяют 2,5-3 кг загрузки. Мы испытали программу хлопок, в принципе, остались довольны. Программа удаления пятен весьма интересна тем, что она час тридцать длится, и примерно 15-20 минут из этого времени машинка стирает, а потом переходит уже к полосканию, и таким образом полощет, наверное, целый час. Ну что ж, если большое количество грязи, наверное, на ткани, то это разумно. В ночной режим, в принципе, никакой разницы мы не заметили. Он включается, никакой разницы мы не заметили. Как вы видели, если смотрели видео перед этим, если там было заметно, то у неё работает защита от неравномерного распределения белья, и она хорошенько дёрнулась при первом... Нет, при втором запуске, когда уже с бельём, потому что первый запуск без белья. Но потом остановилась, так сказать. Не танцевала по всей кухне. Это, конечно, хорошо, но, соответственно, необходимость устойчивой установки не исключает, так как, если она будет просто за счёт этой защиты останавливать себя, то, соответственно, она будет или отключать отжим, или уменьшать его скорость, а он тут и, в принципе, без того не сильно много оборотов имеет. Ну, в принципе, 800 оборотов вполне достаточно. Вот так она шатается, при том, что она прижата здесь к раковине, но к стенке там дальше прижать не удалось, потому что там идёт вот эта столешница, она пластмассовая, я подумал, что не стоит прижимать её к стенке, чтобы она не пилась. Здесь не видно, здесь, конечно, есть щель между машинкой и раковиной, но там дальше, вот туда, вставил я уплотнительный, скажем так, материал, который выполняет функцию амортизатора, и она очень плотно к этому материалу прилегает, а материал плотно прилегает к раковине. Это, насколько я понимаю, индикация ещё полоскания. Да, вот интересно, удар от барабана происходит даже как бы по крышке. Спруга отмечала, что при её наблюдении он бил, как кажется, вверх крышки снизу, и вот только что подобное было. Кстати, очень интересный момент, она не точно считает время, и может считать его в обратном направлении на минуту, или, может, на две. Ну, то есть, я наблюдал, было вот 47, потом стало опять 48, ну, потом опять уменьшилось. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok